Потому что всё сбежит с крыши в дом. С крыши, понимаете, по-добой. У меня все спины вот так. Это страшно, это страшно. Не полагок много у всех. Нервы бывших жителей Сахарного сдают при встрече с застройщиками их жилья. Буря негодования подрядчик не выдерживает и быстро уходит от разговора. В новые дома переселенцы заехали в ноябре 2011-го. Радость от новоселья испарилась в кратчайшие сроки. В декабре мы все оставали фенами, под поле спускались и фенами отогревали трубы, чтобы вода была. Потому что так всё сделано дома, дубак. Практически в каждом доме для переселенцев, утверждают люди, найдётся не один строительный брак. Вот в этом доме видны следы пожара. По мнению жителей, это прямое следствие неправильно сделанной системы отопления. Топили день и ночь. Я ложилась два часа, мушствовала два часа, топил печку, потому что котлы взрываются. Сильно топить много опасно. И по чуть-чуть мы топили всю ночь, не переставая, когда страшные морозы были. После жалоб жителей в посёлок Переселенцев приехала комиссия чиновников. Ревизоры Минфина вместе с независимыми экспертами проверяют, так ли всё плохо, как говорят люди. И на что застройщик тратил бюджетные деньги. Тем временем строители все претензии новоселов называют наглостью. Там за них государство всё платило, за электричество, за воду. Здесь им отдали дома. Ну вот, народ недоволен. Нужны, значит, вместо раковин душевые кабины, вместо, ну, я не знаю, там, крыльцев, которые стояли по проекту, нужны веранды. Пока специалисты Минфина свою проверку не комментируют. Первые итоги будут только через месяц. Но ревизоры уже говорят, в случае, если факты халтуры при застройке подтвердятся, заказчик власти Устебаканского района должны будут вернуть деньги из бюджета. А, возможно, материалы отправят в прокуратуру. Таира Читаев, Владимир Байкалов. Новости, Седьмой телеканал.